привет ребята вы на life today а у life today гигантомания сегодня будем делать игральные карты по образцу таких вот кстати да тут на заднем фоне для примера уже стоит один образец будущей карты можете сравнить насколько она будет больше обычных стандартных которые все играют размер такого картона метр двадцать ширину и 220 в длину конечно не знаю как мы потом будем тасовать я думаю получится забавно кстати ребята видите здесь красную кнопку подписаться надо на нее не забыть на не видно и красную кнопку блин простите холодно а так давайте подписываемся и понеслась снимать начинаем с того что готовим трафареты для будущих карт так как у нас 4 масти 4 мы будем сейчас и рисовать это пики буби черви крести начинаем трафарет рисовать самые сложные по нашему мнению масти скрести в качестве трафарета будем использовать подставку от чайника поехали так раз ну как то так короче когда вы режим трафарета до посмотрим нормально получилось или или классно так каждой масти будем рисовать по 2 одну большую одну маленькую точно так же как вот примеру на тузе до 1 масть большая посреди карты и сбоку под обозначением что там у нас будет король семерка неважно и по низу будет тоже маленькая масть нарисованная самую сложную масть нарисовали пол дела позади осталось нарисовать червей это наверное вообще самый элементарный вариант что может быть проще чем нарисовать сердечко же не говорит я сейчас сяду на картон и обидете мою жопу и все будет готово а ведь он предложил мотнуться в магазин и купить сердце кабана мы ему запытались же не объяснить что сейчас этого не получится но ты короче ребята может быть вы попробуйте там в комментариях как-то ему объяснить дебил шутки в сторону короче давайте рисовать джей давай тащи свою жопу сюда давай мы тебе баллончиком пшик ним на жопу краски и ты потом еще раз потрешься так все приступаем к следующему этапу к вырезанию и за конечно насколько она будет ровно получаться но выбора у нас нет я думаю рисование будет самым сложным этапом нет трафареты готовы но самая сложная работа еще впереди теперь включаем режим принтер и погнали штамповать карты кстати знаете почему сердечко оказалось у меня в руках поняли подняли намек разложили ребята мы все 36 карт и они заняли практически наш весь ангар да кстати это не 36 карт это 36 заготовок карт теперь вот так вот будем по коридорчиком ходить и рисовать карты мы уже нарисовали и пока мисс красочка сохнет она сохнет кстати очень быстро мы сделаем еще один трафарет рубашку для всех наших карт ну я думаю рубашку вы понимаете это то что с обратной стороны у карт короче кто в теме кто знает что обозначает этот знак не забудьте подписаться на этот крутой канал там такие крутые чуваки вопрос зачем было линии рисовать если я все равно не по линиям резал а а Итого, ребята, на создание колоды карт мы потратили 9 баллончиков краски, 38 листов, 36 на карты и 2 на то, чтобы вырезать трафареты. Теперь собираем все карты в одну колоду, как-то попробуем ее сейчас перетасовать и раскинем первую партейку. Для того, чтобы нам было проще тасовать, вернее, чтобы карты уже изначально были перетасованы, когда мы собирали все карты в одну колоду, мы их брали вообще хаотично. Там в одном, в другом, в третьем месте, я думаю, вы сами видели и прекрасно поняли, о чем я говорю. Но мы не доверяем такому методу, и сейчас попробуем еще раз перетасовать все карты. Я не знаю, будем четвером, сейчас втроем как-то тасовать. Нормально, там разделись. Так. Оп. О, почему это все молча делает? Да, это интересно. Теперь смотри. Так, держи колоду. Сейчас как полоснет по шее. Короче, давайте ровняем колоду и начинаем играть. Есть. Правдами и неправдами перетасовали. Теперь переставляем сюда козла, чтобы веер в руках не держать. И погнали сдавать. Выставили в центре ангара козла. И к нему теперь крепим вот такую вот перекладину на стяжке. И карты в руках можно не держать. Будет подставочка. Все. Подставочка под карты готова. Можно сдавать. Сдавать. Кто будет крупье? Так, ну что. Начинаем первую партиечку. Соперник мой. И мой. И его соперник. И Витя у нас будет крупье. Давай, Витя. Сдавай карты. А, подожди. Давай определим, кто будет. Кто что будет. Не надо ничего определять. Ты карты мои не швыряй. Да не спеши ты так. Я не понял, почему у меня все масти одинаковые. Пересдача. Конкретно я пересдача. Это что, ребят? Дай бог козырь. Опа. Он верх ногами рисовал. Он баран карты верх ногами рисовал. Да, это мой знак зодиака причем. Кто еще не догадался, играть мы будем в дурака. Осталось нашему крупье засветить козырь. Давай, Витя. Что-то такое, что у меня есть. Ну-ну-ну-ну-ну. Давай, давай, давай. Бубно козырь. Братан. Все. Ненавижу эту масть. Понятно. Давай, шестерка бубновая у тебя есть? Нет. Семерка. Давай, ходи. Вот, по правилам дурака. Ты смотри, как Витя у нас этот. Я тебе ее показываю. Вот. Вот, семерка бубновая. Хорошо. Ну что, братан, первый ход. Прошу. Девятка бубновая? Да, вроде бы как. Сходу козыря забираешь у меня. Ой, ну ладно. На тебе. Я понял. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Блин, ладно. Отвечай, давай, давай. У меня еще одна козырная карта есть. Опа-на. Это жесть. Слушай, ну что с тобой сделать? Это шестерка, Олень. Ну и что? Зато я знаю, что у тебя есть шестерка червовая. Это же я и рисовал. Блин, у меня капец, плечи такие широкие. Бубни, бубни, там что-то. Короче, у него уже шестерка есть. И он ее уже спалил. Я ему на погоны положу в конце видео. Шестерка не знает даже куда примастить ее. Выбор у меня, конечно, просто гигантский. Ходить не переходить. Начнем его заваливать. Чир, вай. Давайте. Как тебе такое? Порядок. Не порядок, конечно, но порядок. Да, все. Блин, задолбал. Я бы походу весь козырь уходит. Я не знаю, что делать. Ничего, у меня тактика. У меня своя тактика. У меня баллончик есть. Я буду новый рисовать. Слушай, походу, самая тяжелая работа в Крупье. Он думает, лучше по одной карте ходили, по две там. Ой, Женя, я тебе готовил подарок на конец игры. Но у меня, блин, теперь просто безвыходная ситуация. Поэтому я тебе ее не повешаю. Ну, понятно. Не роняй карты. Держи, держи себя в руках. Я пытаюсь пробиться через это все. Все, отбой. Отбой? Отбой. Теперь, Жендос, твой ход. Давай. Дама пиковая. Моя. Твое? Да все. А теперь, братан, держи, две Валеры. Честно, на интуиции. Я всегда неадекватные решения принимаю. Это капец. Как можно так играть? Я козырей не видел. Они, блин, все тупо у него уходят. Козыряй ему. Козыряй ему, блин. Эмоции, блин, крутые. Картами здоровыми играть намного интереснее, чем вот эти вот маленькие. Когда ты сидишь там, что-то подбрасываешь. А тут прям, о, гигантомания. Все, ребята, ставим лайки, подписываемся. И пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok